итак камера мотор номер два в общем продолжаем приключение незнайки на днепре в 1 лицо я собрал свой байкомплект состоящий из лодочки адвенчер 320 и мотора внимание 15 лошадиных сил весом 36 килограмм и первая рекомендация ребята когда вы вешаете такой мотор по одиночку для этого я зашел в воду естественно вот по коленке и вот уже намок потому что пришлось догонять лодку я не попал естественно с первого раза мотором и чуть-чуть ее оттолкнул и поскольку она у меня была носиком вон туда она благополучно от меня начала убегать пришлось догонять вот и закидывать цеплять ее мотором поднимать короче 30 6 килограмм таким крючком и подтаскивать к себе иначе бы лодка там ушла но я конечно бы прибила куда-то здесь берегу но ты с мотором лодка уплыла но так не должно быть по моему на рыбалке поэтому рекомендация номер один когда вы вешаете мотор с лодочку он носом в берег чтобы если вы толкнули она просто берег пошла все так ну что я сейчас немножко отгребу подальше и попробую запустить моторчик еще пока не запускал посмотрим что из этого получится и так вот у нас такой комплект днем есть первое что мы делаем поплавочек неплохо берем чеку остальное две свечки экстремального чтобы максимально завести мотор такая вот для подтяжки так здесь там ключи чтоб свечи откручивать это какая-то прокладка наверно для мотора опять же все это дело мы сейчас спрячем так все что нам надо это наверно вот этот поплавочек и пригодится очень так так есть оцепили поплавочек брелочек на наш коннектор что мы делаем дальше в принципе почему бы и не через эту штучку можно так удобнее наверное будет завести нет что-то не то что-то не дома так как вспоминаем как я это делал делая это как на рыбалке заводил вот сюда вот такое вот колечко и так колечко давай колечко цеплял за руку вот и в принципе затягиваем все но бы крепко вот такое дита расстояние наверное где-то метр позволяет нам гулять значит баг в прошлый раз меня очень сильно обвиняли в том что я как-то неправильно подключал бак вот здесь на груши хотя правильно его подключал здесь на груши есть вот стрелочка вот эта стрелочка показывает направление тока бензина то есть по стрелочке мы подключаем этот коннектор к мотору непосредственно а другой конец подключаем к нашему бензобаку вот эту штучку проверить чтобы она была откручена поступал воздух иначе не будет качаться бензин так здесь есть такой до щелчка есть щелчок отодвигаем так дальше поворачиваемся к нашему мотору и пробуем так здесь где ага вот коннектор есть второй щелчок дальше попробуем опустить наш моторчик так по дифференту я сразу вы поставил но дифферент там такая штука ограничитель на второй на второе отверстие так ладно пока попробуем без подсоса завести значит на какой она стоит это у нас вперед это нейтраль так это вперед это нейтраль это назад что-то у нас не хочет назад как-то переключаться это вперед это нейтраль это вперед это нейтраль так уже получаются какие-то сюрпризы так и так вставляем чеку мотор у нас закреплен хорошо вставляем чеку безопасности выводим примерно вот по показаниям на здесь треть недалеко ставим нейтралку и пробуем завести мотор так хватит ходу сразу выдернул ясно значит у нас не получится на правой руке переходим на левую руку так еще раз здесь здесь чека безопасности есть троечку попробуем без подсоса сначала а что я еще забыл я забыл накачать бензин и так начинаем снова нашу процедурку значит как я качаю бензин вот так в какой-то момент груша затвердеет так я чувствую как бензин у меня качается пошел и все чувствую как грушка начинает твердеть Смотрите продолжение в следующей серии. Вот в принципе она уже дошла до такого упора, так и мы можем попробовать завести. Поехали. Попробую подтяжки три сделать. Так, на нейтралочку у нас стоит все. Добавим газку. Не подхватывает, не подхватывает. Так, попробуем включить подсос. С подсосом. Так, мотор у нас завелся где-то с, не помню, со второй или с третьей подтяжки с подсосом. Фух, ну это уже хороший знак, по крайней мере. Потому что в прошлый раз я намучился гораздо больше. Честно сказать, не шумит. Вот задваиваются показатели на тахометре. Если вы видите, сейчас вот такая вот у нас где-то мощность. И это показывает 3500. Ну это 3200, 3500, 3700, прыгает 3200. 3300. Это получается где-то 1600-1800 оборотов у него. Так, я что-то уже кому-то мешаю. Сейчас мы отгребем снова подальше. Фух, ну что. Надо засечь где-то 10 минут его прогреть. Но он, конечно, как песня. Вот я уже слышу, насколько он стабильнее. И по оборотам уже 2000 на нейтралке. То есть он по оборотам, он... 1800-2000 где-то так вот сейчас. Так, попробую-ка я понизить на максимум. Обороты его. Так, его начинают чуть-чуть... потряхивать, поэтому чуть-чуть поднимем. Пока что он дымит. Так, надо где-то, я думаю, что минут 10, да, его... В таком режиме подержать. 7.50. Чтобы он хотя бы перестал дымить, я так думаю. Или он так и должен дымить. Значит, обороты у нас сейчас... Фух, 1900. Так, надо плыть. Против ветра. Второй лайфхак. Ребята, когда прогреваете мотор, на обкатке плывите против ветра. На веслах. Потому что дым идет именно в вашу сторону. Такой туман пускаем, короче. Да, это я, наверное, масло намешал прилично. Потому что дымлю, как пароход. Короче, моторная лодка на Дунае, версия пароход. Вот такой вот дым у нас идет. Это, ребят, не туман. Это, ребят, дым с Парсона. Но работает он, конечно, стабильно. Так, в прошлый раз я надышался бензином. В этот раз, я так понимаю, надышусь газом. Фух. Блин, рыбак токсикоман какой-то. Честно, с этим всем лодочным, моторным делом, рыбалкой. Встаешь токсикоманом. Еще раз. Так, ну что, дымить он не перестает. Но обороты так гуляют. 1600. Только что я видел где-то 1900. Немножко он трясется. Но, в этот раз, я подкачал грушу, топливо идет, все отлично в этом плане. То есть, у меня бак взаимодействует здесь. Здесь, кстати, внутреннего мотора своего, бензобака своего нет. Здесь только через внешний бак. Так, ну я попробую скинуть вообще на самый-самый-самый минимум. 1400. Все, получилось скинуть. Немножко он подергивается, конечно. Но у него 1200, 1400, 1200. Как-то попрыгивает. 1350. Вроде бы стабильно вышел на 1350. Да, действительно. 1350. Это на минимальном газу, на нейтралке. Полет нормальный. Вот его чуть-чуть колбасит так. Не знаю, может так и должно быть. Посмотрим потом. Вот, но мне пока все нравится. На подсосе завелся со второй-третьей потяжки. Это вообще, я считаю. Гладко, скажем так. Итак, сегодня я взял с собой, чтобы не было скучно кататься, свой джиговый спиннинг и попробую, ну что я смогу на этом моторе? Конечно же, потроллить. Попробуем куда-то отплыть, потроллить. Так, походу дождик начинается. И мы сейчас с вами сбежим под мост. Так, ну ребят, все. Когда я его дохрею, поплыву, начну троллить, я включусь, вот, расскажу свои еще впечные вещи. Сейчас 1300 оборотов. Вот 1300 держит. Показывает 2700, но, вы как помните, у меня, получается, после 4-х такника задваивает количество оборотов. То есть настроен тахометр на 4-х такник. Итак, друзья, прошло 15 минут, то есть я его грел 15 минут. Я уже на нейтралке поднял обороты до 2150. И, в принципе, он стабильно все держит. И сейчас я буду трогаться. Значит, смотрите, какой лайфхак я вам могу тоже посоветовать. Чтобы тронуться, вы выводите на минимальную мощность. Соответственно, у нас падают обороты. 1300, он держит 1350, он стабильно держит на минимальной мощности, на нейтралке. И, допустим, я поворачиваю мотор, чтобы у меня оттолкнуло не вперед, а в сторону. То есть толкнуть в сторону лодку, я думаю, легче, чем ее толкнуть вперед. Ну и поехали, да, давайте, переключаемся. Оба, погнали. Есть, разворачиваемся. Так, поплыли. Отлично. Фух, что сказать. Мне мотор нравится. Но, как и во всем китайском, есть нюанс. Задняя передача, я так понимаю, у меня не включается сейчас. Почему-то не могу, ну, то есть нет щелчка. Может быть, она и рабочая, но щелчка нет. Итак, иду я сейчас где-то 1100. О, у меня оборотов, это минимальная моя мощность. Вперед. Давайте попробуем. Иду я против течения. Замерят скорость. Насколько он шумит? Да, он... Сейчас я уже на минимальной. Я могу сравнить с четырехтактником. Четыре лошадиные силы. Он, конечно, громче. Естественно. Но не так, чтобы был какой-то дискомфорт. Единственное, что дымит. Думаю, меньше будет дыметь после того, как мы будем добавлять уже на литр 20 миллилитров масла. Сейчас пока я добавил 40 на обкатку. И, в принципе, дымит он так... Ну, если против течения, против ветра плыть, то не чувствуешь запаха. Итак, идем мы где-то. Скорость у нас... Средняя скорость у нас 4 километра в час. Против течения. Лодка Adventure 320. До тысячи десятого года. Мотор, парсон, 15 лошадиных сил. Оборотов у нас сейчас... Тысяча оборотов. Ну, как-то так. Вот, даже была максимальная скорость 8 километров в час проскочила. Наверное, я так проплыву минут так тоже 10 на минималочке. И начну по чуть-чуть добавлять. Так, ну что? Пока полет нормальный. Пока мне все нравится. Получилось подружиться, я думаю, с этим мотором. В отличие от Хайди. Может быть, это второй мотор и я стал более опытным. Мореходцем. Что-то мне подсказывает, что причина была не в этом. Потому что изначально он брызгал, когда мы его осматривали еще на сервисе. Хайди. С него бензин с карбюратора выливался. Там что-то ему на ТО подкручивали, настраивали. Но, видимо, как бы в условиях, скажем так, бочки оно нормально качало. В условиях воды у меня что-то там, или угол наклона, как я уже говорил, с этим карбюратором, с этой иголкой. Бензин вытекал, бензин лился через низ. Короче, надышался я с ним и от бака не хотела внешнего. Оно никак работать. Вот здесь. Так, пока 8 км в час максимальная скорость. Средняя скорость 4 км в час. Оборотов у нас 1000 оборотов. Мы идем. Итак, начнем мы троллинг вот с такого флэта Минал. Он где-то 1,2 у него заглубления. Честно говоря, я не знаю, насколько должен... Не знаю, насколько воблер должен быть далеко от лодки, чтобы рыба не пугалась. Вот. В принципе. Так, отпускаем фрикциончик. Врот, врот, только впрот. Так, у меня нету, к сожалению, эхолота, поэтому не могу я здесь видеть. Глубины, в принципе, ну, как есть. В принципе, воблер так и есть. 1,2 метра заглубления. Так, если зацепиться. Еще чуть-чуть ослабим. Да, есть. Ну что. Давай его попробуем сбросить. Так, хватает тебе упора. Ну, по идее. Обороты упали до 600, ребят. Реально. Так, воблер я чувствую, как идет. Ну, в принципе... Вот он троллинг. Вот она, ленивая рыбалка. Дымит уже, ну, на порядок меньше. Обороты прыгают. 700. Где-то так. 800. 700, 800. Прыгают, прыгают обороты. Но моторчик 500. Даже опускается до 500. 600. Так, что-то им начинает подергиваться он. 700. Но не глохнет пока. Уже, как бы, хорошо показатель. Пока не глохнет. Сегодня погодка такая. Дождик. Вот. Очень классная погодка. Можно долго кататься, потому что нету солнышка. Все затянуто тучками. В такой день как раз и нужно идеально рыбачить, обкатывать. Ну, обкатывать так точно. Рыбачить не знаю. Перемена погоды. Рыба по-разному себя ведет. Ну, вот, обкатывать мне в такую погодку больше нравится. Потому что, ну, штиль полный. Солнца нет, не сгоришь. Даже пока что воду не дали, по-моему, течение такое. Нет течения. В течение идем. Давайте проверим, что у нас с нашей скоростью. Что нам показывает спидометр? Спидометр нам показывает 5-6 км в час. Так. Средняя скорость 3 км в час идем. А, ну, это я останавливался. Значит, средняя скорость где-то, я думаю, 5 км в час. Максимальная было 8. Полет нормальный. Оборотов 600. Воблер, я чувствую, идет. Но не клюет. Уже проплыл. Ну, вот, там Южный мост. Ну, наверное, километра полтора. Так, я подхожу. Тут кувшиночка. Попробую поближе к берегу. Вернее, это не берег, это остров. К берегу острова. Проплыть, может быть. Конечно, на рыбу надежды особой нету. Все-таки это чисто так. На удачу. Вот. Больше, конечно, задача обкатать моторчик. Дождаться нашей лодочки. НД-НД-350. Ну, и ввалить всю эту мощь, которая стоит вот здесь вот. Мощь чувствуется, конечно, для этой лодки. Всю лодку. Поначалу, ну, чувствуется вибрация по лодке. Чувствуется, что сзади стоит зверь, который просто там заточен в этих пятнадцати лошадок, которые могут эту лодку просто, я не знаю, на глиссер вывести буквально с полоборота. Так, ну, мы пока троллим. Вот идем возле кувшинок, наверное, метров десять у меня до них. Надеюсь, ничего на воблер не нацепляется. Вроде он, вроде работает. У меня не очень чувствительная палка. Где-то это джиговая палка. Хотя она как раз по твичинг 16,55 грамм. Размер, длина 2,74, 2,74 метра, вот это я брал во флагмане Black Sea. В общем, брал для джига, для твичинга, для тяжелого джига. Мы будем джигитами, будем джиговать на Дисне. Только нам нужен еще эхоот хороший. Я уже присматриваю себе, в принципе. И что сказать, вот это сейчас рыбалка такая, гонка вооружений сплошная. То есть, хочешь поймать рыбку такую, как судак, такую рыбку, как щука, не знаю, галавлик. Нужна лодка, нужен мотор хороший, надежный. А я надеюсь, у меня надежный мотор. Вот, и как бы желание, конечно же, нужно. И бензин нужен. В общем, много всего нужно. Эхоот, аккумулятор. Хочу поставить на него выпрямитель, как бы подзаряжать, чтобы можно было подзаряжать аккумулятор. Здесь именно 6 ампер, 12 вольт будет на выходе. В принципе, под аккумулятор эхоота стандартный. Стандартный. Так, 750, 700 оборотов. Идем. Сколько уже? Да, так скажу, минут 15 и идем. Так, ну троллить. Пока мы троллим, сейчас я пока что. Решил вот так вот покатать боблерочек, потроллить. И потом разгонимся, попробуем. Так, еще один лайфхак. Всегда, когда вы на моторе обкатываете его, еще не полностью уверены в нем. Да, и вообще на рыбалке всегда лучше идти против течения. Пока мотор работает, он вас несет против течения. Потому что, если что-то с мотором случится, а на таком моторе можно уйти очень далеко, потом очень и очень будет проблематично на веслах против течения. Течения, грибсти, это я думаю, что даже как бы не всем под силу будет такой. Про грибсти 40 километров против течения или там 20 километров. Сколько там, насколько вы сможете успеть уйти. Вот. Ну, а если гораздо по течению лучше, потому что ты просто сядешь, и тебя, течение сделать за тебя всю работу. Рано или поздно ты приплывешь оттуда, откуда ты выплыл. Очень красиво, очень классная погода, штиль, вообще замечательно. Вот остров, на острове люди отдыхающие, там палатки. Там как бы чуть ли не, я думаю, что они живут все лето. Народ. Конечно, у нас сейчас с карантином этим. В магазине вообще, как бы, мы же слышали. Все. Весь ассортимент продался. Лодок, моторы расхватывают, как горячие пирожки. Люди просто пытаются где-то на реке отдохнуть. Вот. Никуда, никаких поездок нет. Нет за границу. Деньги сэкономили и решили все потратить на вот такие вот приспособления на отдых на реке. В принципе, тоже логично. Так, вот, кушиночку мы сейчас обойдем. Ох, там всплеск такой был только что рыбы. Рыбка есть, рыбка гуляет на самом деле. Это хорошо, это радует. Ну, я имею в виду, даже здесь в черте города. Вот. Рыбка есть. Так, оборотов у нас тысяча. Ну что, ребят, попробуем добавить газку. Сейчас посмотрим, сколько он идет на где-то третьей мощности своей. Ого, максимальная скорость 17 км в час. Это когда мы так успели с вами? Продолжение следует... так 7 километров в час полторы тысячи оборотов прыгает 1700 1400 вот так 7 километров полторы так что-то пока не стабильно 7 километров в час давайте попробуем добавим так, это уже повеселее ага, забурлило здесь у меня винт десятка надо будет еще купить девятку ой, то есть 11 шага винт так, 7 километров в час стабильно обороты около 2000 все, вышел на глиссер стабильно 8 км в час обороты гуляют между 1500 и 1750 я на глиссере по мощности, если видно будет ну там где-то даже где-то 1 третий оборотов 2000 с половиной скорость 8 км в час давайте посмотрим до десяточки хотя бы как оно будет так, сейчас пройдем волну ну погнали попробуем 8 км в час 9 идем со скоростью 9 оборота где-то 2-2,5 2-2,5 вот так где-то гуляем добавляемся десяточка вышел на глисс вот оно что значит выходишь на глисс ага это я не вышел ребята на глисс когда на глисс выходишь ясно теперь наплываешь на волну ох там скорость прыгнула скорость прыгнула у нас до 19 ну-ка, ну-ка, ну-ка это уже интересно вот он какой глисс попробуем сейчас повториться вот он и и Субтитры создавал DimaTorzok 20 км в час Фу, сложно, ребят, выйти и держать и телефон, и управлять Потому что он когда выходит на волну, он ее обгоняет И резко ускоряется И тут надо контролировать, потому что можно остаться Где-то он когда до 12, до 10, на 10 выходит Он выходит на глисс на этой лодке Он выходит на волну, которая снизу И получается выходит на глисс Не могу понять на какой мощности это происходит сейчас пока Пока идем 8 Добавляем Вот, десяточка пошла Ну, ну, давай Так, 11 Надо кого-то, конечно, наперед посадить, тогда будет нормально Так, встречный ветер Есть, вышли на глисс И сразу понеслась 19, ребят, видите? Вышли на глисс 2700 оборотов В общем, 2700 оборотов Выходим на глисс Где-то на скорости вот так вот 11 км в час На 2700 оборотов На этой лодке Ну, классно Классно Все, я сейчас выключаюсь Попробую На глиссе покататься чуть-чуть Ну, что, ребята 18-19 км Скорость 18 2600 Оборотов На глисс вышел В принципе, без проблем Научился Так сказать Идет она очень хорошо Опа, да Оп Да, она у нас Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай 19 20 2,5 оборотов Полет отличный Вообще Песня Правда, по течению идем 18 Опять же Это треть мощности Больше не дает Обкатка Но на обкатке Выходить на глисс На третьей мощности Это ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО 20 Два цаха В общем, идем Два цаху Мотор рычит Так Что-то упало Пригрустил Да Пойдем так Нельзя же Все время Его Гнать На обкатке На третьей мощности Чуть-чуть Надо И так После Двух Часовых Покатух Вот Состояние Мотор В принципе Вот Смазка Все Отлично Здесь Надо Кстати, вчера Видел видео Вот Когда я ручку газа Довожу до упора Видите Вот эта вот штука Должна Доходить До конца Она у меня До конца Доходит Вот именно Вот этот вот Доходит Есть Мощность То есть Я могу На полную Мощность Его запустить Вот Значит Настроены Все правильно Вот эта штучка Прикручена Правильно Видите Я пальчиком Показываю Вот она Есть На полную Мощность Отлично Все работает Все Смазки Достаточно Даже слишком Подсос Так Подсос Ну Как бы Подсосу Может быть Здесь Здесь Он Пластмассовый Да Если Там Хаде Был Такой Как бы Вот эта Штучка Была Железная Но Здесь Вот она Типа Пластмассовая Не знаю Пока что Хорошо Это Или плохо Попользуемся Узнаем Но Бензин 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 А Вот Вот Железная Вот Здесь Не надо Здесь Все В порядке Ничто Не отходит Железными Затянуто Там Все Отлично Сборочка Вы знаете Для китайцев Ну Просто Так Это что Такое Это что Со свеч Выходит Не разбираюсь Я в моторах В принципе Вот Лодочных И таких Но То что Я вижу Вот На всех Болтиках Маркировочки Стоят А2 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 Здесь F 10 Точка 9 Вот Все Болтики Промаркированы Это значит Что Ну Покупай Любой Мотор Такой Типа Как бы Можно проверять Что он Не раскручивался Там Не бэушный Допустим Да Как у нас Обычно Люди Любят Приобрести Перекрутить Его То есть Поменять Что-то То есть Ты видишь Да Если Болтик Уже Не заводской Уже Ты это Видишь Все В нем Копались Так Здесь Вот Собрано В таком Жгути Итак Ребята Что я могу сказать Откатал я 2 часа На данный момент В принципе Ну это Сказка Просто Вот Парсун 15-ти сильный Это конечно По сравнению С 6-ти сильной 4-х тактником Фух Впечатление Конечно Намного Ярче Намного Я не знаю Красочнее Вот Наконец-то Я понял С ним Что такое Глис На самом деле Потому что Тот мотор Он как-то Я не знал Он вроде бы Теговой Такой был Да Но он сгибал Немножко Лодку Да То есть Там нужно было Баланс Находить Может быть Это потому Что я Вещи Положил На Ну у меня Тогда не было Вещей Вот И сейчас Я вещи Положил И как-то Это сбалансировало Лодку Вот Ее Не сгибает Как это ни странно На 15-ти сильном То есть У меня такое ощущение Что под эту Лодку Именно 15-ти сильный Мотор Он ее Идеально Короче Выводит Он ее Мощности Ему хватает Не сгибать ее А именно Выпрыгивать На На Глистном И Ну Конечно Полную мощность Я не давал Наверное На полной мощности На этой лодке С этой лодкой Не получится Разогнаться Вот Пока не давал Ну и думаю Что не буду Даже на ней давать Потому что Ну Реально С таким дном Да Это дно Что я могу сказать Это классное дно Вот Как раз Наверное Оно Наверное Под 6-ти сильный Мотор Только Надо Сделать баланс Да Просто я тогда Еще Был Скажем так Ну Новичок В этом деле Катался На первой Дифференте На первом На первой Дырочке Вот Сейчас я уже Сразу На вторую Поставил В принципе Правильная Позиция Стандартная Потом Что мне в этой лодке Нравится Нравится мне Вот этот вот Пол На самом деле Ну По сравнению С Пайольным Да То есть там Если ее собирать Разбирать Как я это делаю Привожу И разбираю Если у вас нет Такого возможности Сразу На лафете Ее привезти То Его очень легко Устанавливать То есть там Электронасосиком Там подкачал С одной стороны Поставил Его буквально Расстелил С другой стороны Тоже накачал Все Пол Встал Вот Что могу сказать Его хватает На шестисильный Мотор Разогнаться Полностью И можно на ней Идти 30 км в час Вот Как бы Можно Да Но Опять же По штилю Да Не по волне В принципе По течению На такой лодке Да Вполне Возможно Если бы В нее еще Встелить Вот этот Пайольный пол Да А не этот И просто поставить Да Ну То есть так будет лучше Я думаю Что на ней Можно И на вот этой Вот пятнашки Тоже разогнаться На самом то деле То есть Хотя для этой лодки Рекомендуем 8 лошадиных сил Но я думаю Что В принципе На пятнашки Ну короче Пятнашка Для этой лодки Вот Даже с этим полом Она вся ведет Почему то Вот так вот Практика показывает Она себя ведет Лучше Конечно Мотор ты не используешь На То есть Используешь его Только на 30 На 40 Процентов Но Как бы у тебя Большой запас Ты легко выходишь На глис Просто удобнее Просто Чувствуешь эту мощь Просто другие Эмоции Настроение Ощущения Да И перейти Вот И Естественно Ну Можно попробовать На этом Разогнаться И больше Там можно было Выжимать Больше Она в принципе Клюет Но не сгибается Клюет носом Ну Как бы Надо посмотреть То есть Тут Мне конечно Немножко Сейчас Не хочется Заниматься Экстримом Да Я все таки Его обкатываю И мотор разгонять Скажем так Это нежелательно И Лодку я уже заказал В принципе Которая Реально У меня Рассчитана На 15 И сильный И она будет Себя Вести Лучше НДНД Так что На ней Уже буду разгоняться Вот Что еще По мотору Могу сказать Мотор Конечно Тяжело Его одному Устанавливать Опять же Ну Все зависит Как бы От вас Я в принципе Готов С ним Скажем так И в одиночку Устанавливать Чтобы потом Именно Вот На воде В принципе На 15 Лошадках Вот Ощущать Эти эмоции Так что Повозиться С ним Буквально Там Я не знаю 5 минут Для меня Ну Это Не Так Существенно Скажем Даже если При его весе Просто Наловчиться Надо Надо Именно Сразу С первого Раза Научиться Попадать Может я его Неудобно Как-то взял Еще надо Будет Попробовать В разных Балансе Попробовать Его За разные Скажем Так Части Мотора Брать Может он Как-то Так Легче Будет Вот В принципе Я пробовал Тут две Ручки Я за Ручки Пробовал Ну Как бы Там Нога Внизу Гуляет Может Как-то За Ногу Взять И здесь За ручку Просто Проще Будет Его Как-то Так Установить Вот В принципе На Моей Второй Лодке Будут Трансовые Колеса Я Планирую Устанавливать Его Колесами Ну Там В принципе Посмотрим Вот И Катить Уже В воду Чтоб Не Таскать Его Как-бы Я думаю Что Достаточно Будет Я думаю Что Я смогу Ну Потом Время Покажет В общем Практика Достаточно Высокие Трансовые Колеса Хотя И здесь И нога Вот Это Достаточно Высокая Скажу Вот Но Если Там Поиграться С Вот Этим Вот Да Режимом Да На Мели Вот В котором Режиме Оно Сейчас Если Его Так Запаковывать Если Его Так Распаковывать И Устанавливать То В принципе Можно Прямо Вот Здесь На Берегу Устанавливать Единственное Что Он Может Конечно Не Поместиться В Чехол В Таком Положении Но Это Я Еще Не Проверял Там Посмотрим В Общем Не Не Обязательно Чтобы Он Полностью Влазил Чехол Там Машине Просто Он А С Машины Я Сразу Так Достал За Эти Части За Мотор Сам Главное Чтобы Он В машине Не Пачкал Что Если Потечет В чехле Был Все Дело Впечатление У меня Только Положительное От Порсуна Мне Пока Что Все Нравится Я Два Часа Но Уже Сравнивая С Теми Опытом Четырех Часов Которые У меня Были Почти Пять На Хайде Шестом Шесть Лошадиных Сил Четырех Так Гораздо У меня Приятнее Впечатление От Этого Мотора Сразу У нас С ним Получилось Подружиться Канистра Он Работает То есть Никакого Никих Проблем Не было Вот Дымит Да Действительно Дымит Если Ветер В вашу Сторону То есть Будете Дышать Этими Выхлопными Газами Если Будете Идти Там Медленно Как я Сейчас Хожу Вот Лучше Против Если Ветер Вам Скажем Так Я Херачу Ветер В лицо То Тогда Не Чувствуешь Запаха Абсолютно Вот Дымит В принципе Вот Еще Наверное Будет Масла Меньше Когда Уже После Обкатки Еще Меньше Будет Дыметь Вот По Шуму По Шуму В принципе Я На Самую Мощь Не Выводил Вот Ну Шум Скажем Так Мне Не знаю Не мешает Больше Нравится Скорость Вот Я Готов Может Быть Распугать Немножко Рыбу Да Вот Тролить Я на нем Не Собираюсь Этот Наверное Мотор Не для Троллинга Как бы Это Мотор Чтобы Менять Точки Вот Поэтому Будет Эхолот Скажем Вот Сейчас Я Займусь Выбором Подбором Себе Эхолотом Так Что Вот Так Вот Пока Два Часа Полет Нормальный Будем Еще Часик На нем Покататься И Можно Будет Уже На Смешанном Режиме Как бы Уже Постоянно Кататься Пока Что Я Катаюсь Там Две Тысячи Оборотов Две Тысячи Оборотов Мне В принципе Этого Хватает Достаточно Ну Где-то Уже Наверное На Двух С Половиной Это Уже Глисс Ты Выходишь Просто На Глисс Две Тысячи Он Идет Сколько Там По Скорости Он Идет Где-то Десять Километров Вот Максимальная Скорость У меня За Сегодня Была Двадцать Шесть Километров В час Вот Больше Чем Тридцать Процентов От Мощности Я Не Поднимал Двадцать Шесть Километров В час Это По Течению Так Что Подписывайтесь Все Круто Продолжаем Наши Покатухи Обкатываем Внизу Под Этим Видео Будут Ссылки На Мои Социальные Странички Добавляйтесь Будем Дружить Вот Ставьте Лайки Если Вам Нравится Информация Которую Я Даю В принципе Все Всем Удачи